Субтитры сделал DimaTorzok Это была, пожалуй, самая сложная операция за всю мою работу хирурга. Мне даже пришлось войти в роль инженера-механика или программиста, чтобы вылечить механический глаз Де Мастера, который был поврежден. Но даже с такой сложной задачей, Доктор Жека справился на отлично. Ну а сегодня ко мне на операционный стол попал Рома Лолол... Ну а сегодня ко мне на операционный стол попал Рома Лолололололожка. Вы поняли, да? Можно я буду называть его Рома, потому что Лолололожка выговаривается очень-очень сложно. Рома прибежал ко мне прямиком со своего летсплея, где он сражался, видимо, с каким-то скелетом, потому что ему выстрелили стрелой прямо-таки в грудь. Когда я это увидел, я подумал, да я это вылечу, просто изи. Ну потому что я вылечил пулевое ранение в голову, соответственно, ранение в грудь стрелой, я думаю, я вылечу 100%. Но оказалось, всё не так уж и просто. Дело всё в том, что собака Лололололожки, которую зовут Персик, сошла с ума. Не, я вам серьёзно говорю, она шизанутая. Мне даже пришлось посадить её в клетку, но она успела укусить своего хозяина. Она укусила его прямо в руку, и я предполагаю, что его собака заболела бешенством. А это значит, что если мы не спасём Рому в течение нескольких часов, то Рома тоже заразится бешенством, и тогда всё будет гораздо-гораздо сложнее. Поэтому сегодня нам предстоит вылечить не только ранение в грудь, но ещё и ранение, точнее укус в руку от его собственной собаки Персика. Как всегда, доктор Жека взял уже все самые необходимые предметы, которые нам пригодятся для того, чтобы вылечить Лолололожку. Скальпель, куски плоти, чтобы вылечить поражённые участки, кости, также куски позвоночника, потому что стрела прошла почти насквозь, и она 100% задела позвоночник. А также я с собой взял новый инструмент, который я ещё не использовал в своих сериях по операциям. Медицинская пила. Она нам потребуется, чтобы убрать куски стрелы, которые остались в его теле, потому что обычным скальпером, я думаю, что у нас это не получится убрать. Точнее получится, но это будет очень и очень долго. А нам нужно вылечить Рому как можно быстрее. Машина по уменьшению уже готова к работе, и лишь не хватает одного компонента. Вашего лайка под видео. Не, я серьёзно, ставьте лайк прямо сейчас, а то если вы не поставите, то Рома может просто умереть. Я серьёзно. В общем, я надеюсь, что вы уже поставили лайк. Пожелайте мне удачи в комментариях, а я уже буду отправляться. Поехали. Ну что же, друзья, прямо сейчас мы с вами находимся во рту у Лололошки. Я решил сегодня начать наше путешествие именно отсюда, потому что если бы мы начали его, как всегда, из сраки, то мы бы потратили очень много времени, чтобы добраться до нужных нам частей тела. С зубами у Ромы вроде бы всё в порядке, и поэтому я думаю, что здесь мы не будем надолго задерживаться. Думаю, что можно сразу же отправляться прямо-таки вовнутрь тела. Ну, точнее, в его глотку. Так, главное это очень осторожно сделать, потому что я уменьшился очень и очень сильно, и если я буду тут прыгать во рту, у него очень много, то я могу просто умереть. Вот сюда, и вот мы уже у него и в глотке. В той стороне находятся мозги Лололошки, но нам нужно не туда. Нам нужно в сторону груди, потому что именно туда и был совершён выстрел. Самое главное, чтобы стрела не поразила сердце, потому что если она задела сердце, то это очень и очень и очень плохо, но кажется нам повезло. Кажется нам повезло, ребята, смотри. Чёрт, что это такое? Что это за... Что это за тварь? Я ничего не могу понять. Твою мать. Твою мать. Ну конечно же, стрела просто... Твою мать, ещё одна... Ещё одна тварь какая-то. Стрела занесла сюда заразу, и тут даже на плоти образовалась какая-то зараза, и всё это из-за того, что стрела у него торчит прямо в груди. Нам очень повезло, потому что стрела не задела сердце, и сердце нам не придётся лечить. И я думаю, что это в принципе невозможно, потому что если бы стрела прошла насквозь через сердце, то ложку бы уже было не спасти. Только, конечно, если сделать пересадку сердца, но таким я ещё не занимался. Смотрите, стрела находится не только здесь, она прям-таки уходит туда вот наверх, и даже уходит вниз, то есть это не самый кончик стрелы. Кончик стрелы находится где-то в позвоночнике. Чёрт возьми. Стрела прошла прямо насквозь через тело, поэтому нам предстоит вылечить вот всю эту часть тела. Ладно, я думаю, нужно начать с малого, вылечим здесь заразу, а дальше уже пойдём, наверное, к лёгким или к позвоночнику, и будем лечить заразу там. Так, куски плоти я всё-таки не зря взял, потому что нам здесь очень придётся много всего лечить. Так, пока что нам пила не пригодится, хотя нет, она нам пригодится, чтобы как раз-таки убрать вот эту вот стрелу. Потому что если мы не уничтожим всю стрелу, то зараза будет дальше распространяться, и то, что мы здесь излечим, вообще будет абсолютно бесполезно. Смотрите, здесь тоже уже зараза появилась, поэтому её нужно тоже обязательно ликвидировать, и проверить, чтобы ничего здесь не осталось, потому что, как я уже говорил в предыдущих сериях, эта зараза может распространиться, и тогда всё будет очень-очень плохо. Так, все вот эти дырочки мы заделываем, думаю, что здесь мы тоже всё заделываем, это всё не нужно, и убираем дальше стрелу, которая осталась в его теле. Я думаю, что дальше идти нет смысла, потому что здесь уже нет стрелы. Я думаю, что нам нужно вернуться обратно сюда и залезть к нему в позвоночник, потому что, насколько я понимаю, стрела прошла прямо-таки к спине, я надеюсь, что не насквозь, хотя, если даже насквозь, это, в принципе, не имеет никакого значения, но, в принципе, сейчас и увидим. Посмотрим, что у него осталось с позвоночником, я надеюсь, что там ранения не очень сильные. Вот он, его позвоночник, это его, как я понимаю, череп, и здесь где-то должно быть... Да, посмотрите-ка, смотри, тут ещё одна зараза, есть, нужно её тоже убить. Иди сюда, падла! Иди сюда! Иди сюда! Отлично, одну заразу мы уничтожили, осталось ещё вторую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я ему случайно позвоночник разломал, извини, извини, ложка, извини, пожалуйста, я просто хотел убрать заразу и случайно разломал позвоночник. Но всё-таки не зря я с собой брал куски позвоночника, поэтому сейчас мы это дело всё восстановим. Так, я неправильно поставил. Позвоночник должен вот так вот быть. А вот и кончик стрелы. Всё-таки стрела прошла не насквозь, вот это уже, как я понимаю, у нас наконечник, или как это правильно называется, у стрелы, и он как раз-таки заканчивается в позвоночнике, потому что позвоночник это очень крепкая штука, и, видимо, он даже выдержал урон от стрелы. Но позвоночнику всё равно пришлось не сладко, он принял на себя весь удар, и поэтому здесь он полностью раздробился, и нам это нужно сейчас всё будет вылечить. Так, все поломанные кости мы убираем, обязательно всё это дело мы убираем, и ставим новые, которые мы как раз-таки взяли с собой. Чёрт, застреваю я в этом позвоночнике. Так, вот это мы убираем, вот это, вот это, вот это, и здесь мы ставим куски костей, которые я взял с собой. Но вначале я думаю, что нужно убрать саму стрелу, а то я сейчас поставлю нормальные кости, а стрела пустит свою снова заразу, и будет всё очень плохо. Поэтому убираем полностью наконечника стрелы, убираем саму стрелу пилой, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, ещё вот так вот. Эту штуку мы тоже убираем, и, конечно же, наконечник тоже мы убираем. Смотрите, зараза даже здесь распространилась, но я думаю, что мы это всё легко сейчас почистим, и ничего здесь, никакой заразы здесь больше не будет. Так, вроде бы всю заразу я убрал, насколько я вижу, вроде бы да, и здесь теперь нужно всё заделать кусками плоти, потому что, если мы это не заделаем, то это может быть, может как-то всё не отрегенерировать, и тогда у ложки будет дырка в его спине, это не очень здорово, если честно. Ну вот теперь уже можно и залечить сам позвоночник, вот здесь мы ставим новенькие чистенькие кости, вы посмотрите, они даже лучше выглядят, чем его предыдущие, а теперь уже лечим сам позвоночник, вот так вот мы заделываем весь позвоночник, и я думаю, что он будет функционировать даже лучше, чем раньше. Так, вот здесь мы тоже ставим куски позвоночника, и вроде бы, вроде бы как всё, насколько я вижу, весь позвоночник мы с вами излечили, я думаю, дальше идти нет смысла, дальше никаких поражённых частей в позвоночнике нету, и в принципе здесь тоже мы уже посмотрели, поэтому теперь нам осталось излечить лёгкие, потому что через них тоже прошёл выстрел стрелы, я надеюсь, что сами лёгкие не задело, а задело только там какие-то крайние части. И конечно же не нужно забывать, что нам ещё нужно лечить укус от его сумасшедшей собаки, но вначале я всё-таки хочу сходить к лёгким, потому что в принципе там как раз таки есть проход в руки, я думаю, что мы убьём двух зайцев сразу. Ядрить, мадрить, ой, всё как раз таки так, как я и думал. Вот здесь вот у нас находится проход уже в руки, но я думаю, что сейчас пока что мы туда не пойдём, потому что нам нужно полностью вылечить его лёгкие, потому что я не знаю, как он ещё дышит, если честно, потому что его лёгкая полностью пробита стрелой. О, бедная Лолошка. Ладно, давайте попытаемся вытащить эту стрелу из него, ёптыть, вы только посмотрите, стрела реально прошла прям-таки насквозь, я думаю, что это мы тоже здесь прям вовнутрь лёгкого залезем. И вот здесь вот мы всю стрелу разломаем, ё-моё, так, вот так и вот так. Всё, я думаю, что здесь мы всё закончили и осталось убрать ещё снизу заразу, снизу убрать стрелу и в принципе проблемы с выстрелом мы все решили. Осталось будет только решить проблему с укусом собаки. Вы там напишите в комментариях Лололошки, чтобы он за своей собакой присмотрел, а то она какая-то... Я, конечно, очень люблю собаку, у меня у самого собака есть, но с собакой Лололошки явно что-то не так. Так, всю заразу мы вылечили, осталось вот тут ещё вылечить и вот здесь мы поставим куски плоти. Всё, лёгкое в принципе почти как новенькое и теперь мы можем уже отправиться в его руку. Так, дайте-ка вспомнить, где же был укус-то. Да, укус был вроде бы на правой руке, поэтому нам нужно сюда идти и где-то здесь должен быть укус от собаки. Да, я его уже вижу, блин, как тут пройти-то? Видимо, придётся как сложно по этой руке перемещаться. Вот, ёптыть, вы посмотрите, здесь просто открытый такой укус. И вот, как я понимаю, как раз-таки это зараза, а точнее бешенство. И нам нужно всю эту заразу, всё это бешенство, так скажем, из Лололошки убрать. Кости собака тоже немножко покусала, поэтому кости на руке мы тоже заменим, но для начала нужно вылечить всю заразу, пока она не успела распространиться. Ё-моё. Кожу, конечно, я залечить не смогу, но я хотя бы смогу залечить куски плоти. Я думаю, что кожа сама отрегенерирует. Да, конечно, скорее всего останется у Ромы небольшой шрам на руке, но с этим я уже ничего поделать не смогу. В принципе, всё на самом деле не так уж плохо, как я думал, потому что я думал, что зараза уже распространилась по всей руке, и я, если честно, подозревал, что я не смогу его излечить, и нам придётся ампутировать руку. Но всё в порядке, я думаю, что всё мы здесь вылечили, и можно уже возвращаться обратно. Пока что у меня ещё не было ни одной провальной операции, и это меня очень сильно удивляет, потому что я очень криворукий пацанчик. И меня очень удивляет, что мы ещё с вами ни разу не зафейлились. Но я думаю, что фейлы меня ещё ждут впереди. Я надеюсь, что мы всё уже вылечили, поэтому я думаю, что нам можно возвращаться обратно. Я настроил телепорт как раз-таки во рту, и в том месте, где мы и залезли в Рому, и теперь осталось только нажать на кнопочку. Так, ну что же, нужно проверить, всё ли у нас получилось, и... Слава тебе, Господи. А то, мне кажется, если бы я не вылечил Лоложку, то его подписчики бы меня просто сгрызли, как эта собака сгрызла его. Ну что, Лоложка, я думаю, что теперь ты можешь спать спокойно. Главное, будь осторожным со скелетом и со своей собакой. А вы, ребята, не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, кому мне сделать следующему операцию. Обязательно узнайте у ютуберов, кому нужна помощь, и я обязательно приду на помощь. Не забывайте подписываться на канал и тыкать на колокольчики, чтобы не пропустить новую серию операций. Ну и про лайки я уже говорил, но помните, как только будет 15 тысяч лайков, сразу же выйдет новая серия. Так что, влепите лайкусик. Ну а с вами, как всегда, был Доктор Жека. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok